Хочу сразу признаться, я очень уважаю игры с глубоким сюжетом, в идеале затрагивающим важные проблемы нашего мира. Ох, блин, не тот футаж. Чтобы в действиях игрока был смысл, чувствовался вес принятых решений, а ощущение прогресса передавалось через изменение игровой истории, а не абстрактные циферки урона. Да чтоб меня черти разодрали. Короче, я очень уважаю игры с глубоким сюжетом, затрагивающим важные проблемы нашего мира. Уважаю настолько, что готов прощать им какие-то нюансы исполнения, продакшены и даже геймплея. И давно я такого не встречал, чтобы в игре серьезная, жестокая и важная тематика сочеталась с исполнением уровня альфа-версии. Соответственно, давно со мной такого не было, чтобы я не мог сразу решить, как к конкретной игре относиться. Восхвалять ее, заслуженно ненавидеть или взвешенно судить. Но, к счастью, этим обзором рулю я сам. Значит, в рамках этого видео, в отличие от самой игры, свобода решения у меня есть. Главный герой 1979 Revolution Молодой фотограф Реза Ширази, которого угораздило вернуться в родной Иран в самый разгар бурных народных волнений. До революции дело еще не дошло, но на улицах очень неспокойно. Люди протестуют против местного шаха, которого поддерживают США и Великобритания. На условиях взаимовыгодного обмена, естественно. Власти на нефть. Оборзевший от такой выгодной сделки правитель развел в стране коррупцию пополам с безработицей и, щеголяя по дворцу в золотых трусах, натравливал секретную полицию на особенно недовольных. Все это, напоминаю, вполне себе реальные события. Так вот, реальные события показывают нам тот Иран, о существовании которого многим неизвестно вообще. В 70-е годы он был свободной страной. Мужчины носили брюки-клеш, подкручивали усы, слушали диски и рок-н-ролл. Женщины ходили в джинсах, не боялись высказывать свое мнение и вообще играли гораздо большую роль, чем рабыни на домашнем поводке. Не правда ли? Вызывает диссонанс. Может быть, кому-то даже... Интересно, как страна докатилась до терроризма, бурок и интранета. Наглость Шака не знала границ и в конечном итоге привела к вынесенной в названии игры «Черной пятницы». 8 сентября 1978 года тысячи людей вышли на улицы, а сотни солдат открыли по ним огонь. После долгих кровавых месяцев революционеры добились своего, и последний шаг династии, что правило Иранам две с половиной тысячи лет, был свергнут. Но на его место пришел радикальный религиозный режим, превративший страну в крайне взрывоопасный цирк Шапитов. Нужно отдать должное Black Friday. Игра предельно аккуратно обходится со своим историческим наследием. Разработчики из Ink Stories, многие из которых видели революцию своими глазами, откопали какое-то совершенно невообразимое количество архивных документов и фотографий, опросили десятки очевидцев и участников революции. Словом, подчас разработка игры больше напоминало журналистское расследование. Результатом этого стала вымышленная, но изящно вписывающаяся в хронику революции история. Реза встречает реальных исторических личностей, пусть нам и неизвестных, но сыгравших в Иранской революции весомую роль, пусть и отрицательную. Другие персонажи, хоть и полностью выдуманные, но нисколько не уступают реальным людям. Лучший друг Резы, пацифист Бабак Азади, отстаивающий идею бескровной революции, вообще чуть ли не лучшие, что есть в игре. 1979 Revolution смакует две очень клевые на самом деле темы. Во-первых, журналистскую беспристрастность. Реза ведь просто фотограф, он не солдат, не революционер. Его дело — документировать происходящее, чтобы потом показать снимки миру. И так бы, скорее всего, и поступал, если бы события игры происходили не в родном для героя Иране. Но в Black Friday решение Резы остается на совести игрока. Вторая тема — это то, как добрые люди, ослепленные самыми благими намерениями, превращаются в чудовищ. Это довольно часто встречающийся в искусстве сюжет, который в случае с Black Friday и в примечателе над ним. Здесь превращаются в чудовищ не по воле автора, а по своему собственному решению. И это очень печальная и страшная история. Другая печальная и страшная история — это реализация Black Friday, которая сильно не дотягивает до амбициозной задумки. Вместо грандиозного полотна о революции и об ужасах двух режимов, мы видим историю одного парня, которого друзья и родственники пытаются перетянуть каждый на свою сторону. Казалось бы, благодатная почва для разветвленного, нелинейного повествования, но у участников конфликта, как правило, банально недостаточно времени, чтобы полноценно раскрыться. Шутка ли, игру можно пробежать за полтора часа, при этом успев изучить большинство бумажек, записок и исторических фактов, которых в игре на самом деле немало. Геймплей здесь, как вы уже могли заметить по кадрам, досконально следует догмам Telltale. То есть, это такой интерактивный мультфильм с вариантами ответа в диалогах и редкими локациями, где можно свободно походить, поговорить с персонажами и пособирать предметы. Единственная, хотя и прикольная фишка игры – возможность фотографировать определенные места и сцены. Правда, фича реализована весьма топорно. Выбирать дают только зум, фокусировка автоматическая в виде мини-игры. Но зато после того, как Реза щелкнет затвором, игроку показывают настоящий кадр, сделанный 40 лет назад примерно в тех же обстоятельствах. Еще одно хобби Telltale Games, которым увлеклись Ink Stories – это бессмысленные выборы с тикающим таймером. Ситуации, когда решение игрока всерьез влияет на что-то, практически нет, а самый главный выбор вообще наступает в предпоследней главе. Не спорю. Глупо было ожидать, что в основанной на исторических фактах игре главный герой сможет отменить революцию, защитить старый режим или выгнать из Ирана религиозных фанатиков. Но ведь в 1979 Revolution есть куча локальных личных историй. Почему бы не отдать игроку под контроль их? К счастью, хотя бы не так часто приходится отбивать на клавиатуре QTE. Их тут гораздо меньше, чем в каких-нибудь ходячих мертвецах. А вот графика до тех же Telltale сериалов не дотягивает. Многострадальный движок Unity тужится изо всех сил, чтобы выдавать приятную картинку, но размытые текстуры и кривые модельки встречаются тут и там. К слову, претензий нет к анимациям. Они, в большинстве своем, на удивление хороши благодаря захвату движений. Единственное, к чему нареканий нет совсем, это к тому, как игра звучит. Саундтрек крут и атмосферен. Все без исключения актеры, кое-кто из которых был непосредственным свидетелем событий 1979 года, выкладываются на полную катушку. Сейчас вам могло уже показаться, что я разношу игру в пух и прах, и никому ее советовать не собираюсь. Но, но, но это не так. У меня, строго говоря, вообще мало претензий к самой Revolution. Претензии у меня скорее к тому, чем игра не стала. По изначальной задумке авторов, она должна была стать многосерийной адвенчурой с боевой системой, стелс-секциями и путешествиями по Ирану. Должна была показывать конфликт от лица нескольких персонажей, чтобы игроки и посмотрели, как женщины привыкают к ношению паранжи, и попытались понять ход мыслей Маджахеда, который всей душой ненавидит американцев. Такая бы формула показала множество историй, множество мест, множество фактов, словом, все то, чего ждешь от игры, опирающейся на столь важную веху истории. Revolution же, рассказывая историю Резы, показывает лишь один сюжет. Одну зарисовку из документального фильма, несколько судеб из тысяч, что затронула революция. Отчасти в таком результате виноваты уж слишком грандиозные амбиции авторов. Отчасти кое-что еще. Помните, как я в самом начале обзора оборонил, что для многих непривычно видеть свободный Иран? Ink Stories выяснили на собственном горьком опыте, что для многих это не то, что непривычно, неинтересно. Поколениям, что взрослели на полупропагандистских военных фильмах, неинтересно любое произведение, показывающее иранцев не в образе, двинутых на Коране террористов. Black Friday разрабатывалось четыре года. Из них два практически целиком ушли на поиск финансирования. Потенциальные издатели лишь непонимающе качали головой, гадая, на что вообще рассчитывает студия с такой задумкой. Компания на кикстартере, хотя и не была совсем уж провальной, но цели также не достигла. Все это заставило Ink Stories слегка поумерить свой пыл и постараться поскорее выпустить то, что уже было готово. Конечно же, и родной для большинства разработчиков Иран появлению 1979 Revolution тоже не обрадовался. Навида Хансари, режиссера Black Friday, в прошлом сценариста Rockstar Games, окрестили в местной прессе шпионом, распространяющим пропаганду. Одному из художников игры пришлось уехать из Ирана после того, как стало известно, что местная полиция присматривается к сотрудникам Ink Stories, а несколько разработчиков работали под псевдонимами, боясь называть настоящие имена. Практически всем работникам студии въезд в страну стал заказом. Ах да, сама игра в Иране тоже, к слову, запрещена. Разработчики часто во всевозможных интервью характеризовали жанр Black Friday как Game VHT, по аналогии с Cinema VHT, жанром французской кинодокументалистики. Но если изначальное видение игры авторами и отвечало стандартам документалистики, то финальный результат до этого звания не дотягивает. 1979 Revolution преследует ощущение незаконченности. Даже принимая во внимание финансовые трудности и гонение на родине, выглядит игра как бета, отчаянно доведенная до ума и выпущенная в свет. То есть по рецепту многих современных блокбастеров на самом деле. Изумительная, без преувеличений, изумительная задумка авторов оказалась достойна похвалы, но не более. Впрочем, игра получила лестные оценки критиков и даже несколько наград, к тому же сносно продалась. Если разработчики не растеряют запал, или если вдруг не найдется отчаянный издатель не страшащейся взрывного успеха игры, то вполне вероятно мы увидим вторую часть 1979 Revolution, которую ругать уже совсем не захочется. А может даже и не за что будет. А, точно, забыл про сценку в самом начале обзора. Ну, вот эту, про радио. Так вот, у Black Friday совершенно уникальный русский перевод. Ведь только в русской версии можно поставить турецкое или испанское сглаживание, а в настройках подводимого научить главгероя уклоняться. Ну, это все хохма, конечно. На самом деле, в переводе регулярно можно напороться на очень странные фразы и выражения, а паршивый шрифт не влезает в половину диалоговых рамок, что и приводит к неотвратимому прослушиванию радио.